Я уверен, никто из вас не сомневается в победе сборной СССР. Конечно же, класс нашей команды выше. Ну и в такой ситуации надо побеждать и надо забивать как можно больше мячей. Возможно, осенью придется эти мячи считать при равенстве очков. Ведь вы помните, одна команда выходит в финал чемпионата Европы. Но сейчас мы вам напомним турнирное положение команд. Может быть, уже готова табличка. Я обращаюсь к нашему редактору Александру Козлову. Пожалуйста, посмотрите. Вот какая ситуация. По 6 очков у команды Венгрии и Италии. Разное количество игр. По 5 очков у команды Норвегии и Советского Союза. Нет очков у киприотов. Так что, наверное, не 3, как мы говорили, а 4 команды ведут борьбу за выход в финал. И вот игра началась. Вы уже обратили внимание, игра проходит в очень трудных условиях. За час до начала проливной дождь пошел. И льет, и льет. Вот так что, яркое солнышко вот этих фонарей, Юпитеров, оно, в общем-то, конечно, делает обстановку праздничной. Но зрители есть на стадионе. И мне очень приятно. Ну, не знаю, 1015-20 собралось. И спасибо этим патриотам, которые очень любят футбол. И вот в такую плохую погоду пришли поддержать нашу команду. Итак, составы команд. Вы смотрите на экран и слушайте меня. Сборная команда Кипра. Братарь Андреас Каритол, клуб Аммония. Второй номер Янос Талатеу, опять же из Аммонии. Пабос Питас, номер 3, Аполлонос. Номер 4-й Димитрис Иоанну, тоже Аполлонос. Флорос Николау, номер 5, Саламник, клуб 6-й номер, Янакис Янгудакис, клуб Аполлонос. Седьмой номер, Костас Коста, клуб Апоэль. Восьмой номер, Харламес Христофи, Лемесуку, клуб. Девятый номер, Георгиос Савидис, он из греческого клуба АЕК. Десятый номер, Георгиос Харистополу, он из клуба Апоэль. И одиннадцатый номер, Павлинос Ксиурупас Амония. Главный, старший тренер команды, Фаникос Яков. Сборная команда Советского Союза. Вратарь Александр Уваров, Динамо, Москва. Андрей Чернышев, номер 2, Динамо, Москва. Василий Кульков, третий номер, Спартак, Москва. Александр Мостовой, номер 4, его одноклубник, Спартаковец из Москвы. Дмитрий Галямин, номер 5, ЦСКА. Игорь Шалимов, шестой номер, Спартак, Москва. Алексей Михайличенко, седьмой номер, чемпион Италии. Вставляет клуб в Санкт-Пторию. Андрей Кончельскис, номер 8, клуб Манчестер Юнайтед Англия. Девятый номер, Сергей Олейников, итальянский клуб Леча. Простите, сборная сера атакует. Пас, отличный пас. Нет, до удара дело не дошло, поворотом. Итак, Сергей Олейников, номер 9, Игорь Колыванов, десятый номер, Динамо, Москва. Сергей Юран, номер 11, киевский динамовец. Судейская бригада из Румынии. Штефан Дан Петреску, главный арбитр Мирча Соломир. И Джорджи Ионеску, судьи на линии. Итак, 0-0, матчи, сборная команд Советского Союза и Кипра. Что сказать о команде Кипра? Конечно, это команды, которые слабее остальных в нашей группе. Но игра сегодня будет дополнительно. Появились дополнительные трудности. Вода, скользкое поле, скользкий мяч. И, в общем, в такой ситуации забить мячей непросто. Но игра может хорошо идти. И наши могут хорошо, с хорошим настроением действовать. Если забьют вот в первые 15 минут. Удастся забить. И тогда будет все отлично. Ну, не удастся. Тоже, может быть, все хорошо. Но, мне кажется, будут уже трудности и больше. Вы видите запасных. Я вам пока запасных сборной Кипра не назову. Потому что все новых не знаете. Ну, хотя могу назвать Кастадину. Маргос. Хролобус. Георгес Кастадил. Еще один. 14 номер Павла Савла. Ну, в общем-то, вы их почти не знаете. А вот наших резервных игроков вы хорошо знаете. Протар Черчесов и все остальные из ЦСКА. Протарь Черчесов. Сергеев Олег. Володя Татарчук. Дмитрий Кузнецов. И Игорь Корнеев. Вот игроки армейского клуба сегодня в резерве. Игорь Добровольский сегодня. Нет его ни в запасе, ни в основном. Состояние очень хорошо себя чувствует. И я вот перед игрой спросил. В общем, сегодня его мы не увидим на поле. Дождь идет, не прекращаясь. Может быть, чуть послабейше. Ну, отличный газон в Лужниковском стадионе. Луж не будет, несмотря на какие ливни. Не будет луж. Хотя, остальные трудности остаются. Так нарушение правил делю Юрана. Киприоты пять матчей провели. Никого не выигрывали. Звами час забили. 16 пропустили. А у нас проблема с атакой. Три мяча забиты. Правда, ни одного не прокучено. В трех играх три мяча забиты. Итак, штрафной удар. Долго наши готовятся к выполнению удара. Хитрый розыгрыш, но подальше лучше было на левый фланг мяч направить. Вратарь Адреас Харетоу. Опытный игрок. Он уже 30 лет. В футболе обозрении мы показывали фрагменты разных игр. С участием команды экипы в разное время. Может быть, вы и запомнили, как он хорошо играл против команды Венгрии. Венгрии и победили. Наша команда неплохо сыграла сейчас на турнире в Англии. Несмотря на то, что всего лишь одно очко. По словам тренеров, по словам людей, журналистов и других специалистов, которые видели эту игру, Наша команда, что называется, играла лучше, чем результат. Поэтому подготовка, результат не главное. Подготовка к ответственным матчам. И будем надеяться, что в турнире в Англии олень несет пользу. Пока мы видим беспрерывный штурм. Поворот сборной команды Кипра. Дальше играют неплохо, комбинируют. Ударов уже было 5 или 6. Я думаю, что мы скоро дождемся и хорошего результативного удара. Это мяч выше перекладины. Четвертый номер – это мостовой. Не совсем привычный номер. У него вот это мостовой полузащитник. Нет сегодня в составе Цвейба, но вы хорошо знаете, он травмированный. Не совсем еще выздоровел. Так что сегодня нет ни в запасе, ни в основном составе. Михаличенко. Пас налево. Ну, практически у нас сегодня три защитника. Обратили внимание, в центре Чернышев, справа Кульков. Справа Галяймин, слева Кульков. Наверное, больше и не понадобится. Сегодня нужны нападающие. Сегодня нужны игроки, которые начинают комбинацию. Гром гремит. Не знаю, слышно ли вам. Очень сильный гром. И вот под эти раскаты грома наша сборная проводит атаку. Так, мяч на тегзинциметров в отметке. Нет, не попадает он ни к Колыванову, ни к Олейникову. Кипреты уступают скорости. Действуют при помощи коротких передач. А вот видите, что значит сырое поле. И наступил на мяч Михаличенко. Штрафный удар. Третий номер Тайлабос Питас, левый защитник из клуба Аполлонос. 25 лет. Вообще команда... В основном, такого, среднего возраста. Игроки два человека за 30. Остальные вот в расцвете сил. 22 года, 23, 25. Ну, у нас примерно такая же ситуация. Руками. Против Кончельскиса играл защитник. Но Кончельскис убежал. От него и атака... Атака должна завершиться ударом. Не просто это, но и Кончельскис спад. Штрафную площадку вывели мяч гости. Ян Гудакис. Вот ему 32 года. Куда Аполлонос. 45-й матч сегодня проводит. У нас самый опытный Олейников. Он 68-й матч сегодня проводит. До сборной команды, естественно. Итак, задача Киприотов. Сбивать темп. Не давать... Атаковать. Ну, если удастся, вот проводить контр-атаки. Вот сейчас попытка провести контр-атаку левым флангом. Вот такой сборной Кипра мяч идет в стражную площадку. И выбит он. Чернышов что-то не очень удачно сейчас сыграл. Ноль-ноль. Двенадцать минут примерно сыграно. В сегодняшнем матче. Галямин. Колыванов. Кульков. Чуть-чуть отпустил врач и... Сразу потерял его. Да, зрители есть. Особенно вот я смотрю на противоположной трибуне. Зонтами, как раньше. Плащами, газетками накрывались. Здесь студенка хорошая. И арена хорошая. И все, в общем-то, удобство для того, чтобы смотреть матч. Но далеко от метро. Метро, станция метро Ленинские горы. Уже ремонтируется лет назад 7 или 8. А от спортивной идти очень далеко. И минут 20. Подождем, согласитесь, это... Не очень приятно. Финальти. Нет, орбитка показывает, важно играть. Так что еще раз хочу сказать спасибо зрителям, которые пришли сегодня поболеть за нашу команду. И вы слышите по реакции трибун. Зрители есть. Есть. 20 лет назад на этом же стадионе в сборной команды Советского Союза Кипра проводили отборочный матч чемпионат Европы. Всего два раза встречались эти команды в отборочных матчах чемпионата Европы. Больше других игр не было. И вот тогда было 35 тысяч зрителей. И тогда наши выиграли 6-1. А в Никосии выиграли 3-1. Михаличенко. Так что если руководители стадиона, в том числе и этого Лужниковского, будут заботиться о зрителях, то, может быть, вот в таких условиях нужно рассчитывать и на автобусы, микроавтобусы, вот прямо от метро станции, от станции спортивной, до большой спортивной арены. Как приятно было бы зрителям. И больше было бы зрителей, безусловно. Пока никак не удается войти в штрафную площадку. Борьба на подступах. Мостовой. Опять нарушение правил. В общем-то, нарушений пока уже бы вы видели немало. В Кульковстве. И в 3-х метрах от штрафной, и в 10-ти, и в 20-ти. В конце концов, это все может кончиться пенальти. Ведь такое нарушение штрафной площадки будет караться 11-метровым, безусловно. Вот смотрите, удар в ноги. Не в мяч, в ноги. Что нарушений будет много, это точно. Опять же, и погода, и то, что кипреты вступают в скорости. Анатолий Вышевец, главный тренер команды. Владимир Сальков, Джек Акжиев, его помощники. В общем, опять хорошо играет вратарь. Долгый мяч парил в воздухе. 5 часов. 15 минут позади. 0-0 пока. Кончевский. Галямин. Олейников. Чернышев. Фланги. Фланги, конечно, нужно использовать лучше. Вот вдоль убровок хорошо атаковать, хорошо приближаться к штрафной площадке. Чернышев. Судя по всему, в первые 15 минут не удалось забить мяч. Посмотрим, что будет дальше. Галямин на месте правого защитника. Успеет. Нет его. Пытался вернуть с обидностью. Получился. Атака еще продолжается. Еще она продолжается. Можно убить удар. Мяч попадает в защитника. и страсти на трибунах. Огонь. Рукоплескание. Возгласы. Вот эти спортивные игры. Футбол, хоккей особенно. Смотрите, как сплачивают людей. Никаких разногласий. Все болеют за нашу команду. Люди любых партий, любых мировоззрений, любых взглядов. Поэтому чем больше футбола и хоккея, да простят меня политики. Простят меня те люди, которые делают телевизионные передачи другим редакциям, политические, молодежные. Я думаю, что в нынешнее тяжелое время вот эти трансляции футбольные, хоккейные, особенно на высоком уровне, высокого класса, они как никогда доставляют людям удовольствие, сближают их. Не меньше, чем политические передачи, театральные, музыкальные и так далее. Ну, а высокий класс игры футболистов, команд доставляет эстетическое удовольствие. И поклонникам театра. Вчера вот одна ведущая новая театральная передача сказала, что вот вроде бы театральная передача понравится и любителям рока, и любителям футбола. Вроде как любители рока и футбола они какие-то в какой-то другой ступени стоят. Нет. Футбол любят и те, кто удовольствие получает театральную установку театральной передачи. Итак, сборная команды Советского Союза атакует. Кончельский опять передача с фланга. Вот здесь хорошо. наши облюбовали правую фланг уже в Леденевской атаку по правую флангу и в передаче центра. И зрители аплодируют, аплодируют, атака, атака, игра нашей сборной нравится. Алексей Михаличенко. Вот там вдали за слева я смотрю за монастырскими стены штали на воде отчет монастыря уже тучки отходят в сторону и чистое небо. Девичий монастырь тучит рядом с тушниками, так что брут в Тронтайме и не будет не будет дождя. Галявин. Олейников. Чернышев пошел вперед. Пас направо. Ну, флаг свободен. Опять нужно использовать план. Так не пробиться. Не просто пробиться. Олейников простите Михаличенко. Отличный комбинация. Должен быть удар, должен быть голый. 1-0. Александр Мостовой запишите. 20-я минута или 21-я. А комбинация была красивая. Прекрасная, тонкая, короткие передачи были. Ну, давайте еще раз посмотрим. Михаличенко тут потаранил оборону, обыграл двух соперников. Тут кого-то сбили из наших. Колыванов сделал передачу и Мостовой 1-0. Мяч забил Александр Мостовой. Еще раз давайте посмотрим. Как не просто было продраться сквозь чистокол ног. Много было защитников. 20-я минута 1-0. Это четвертый гол нашей сборной в отборочном турнире. Десятый номер Христополу. Георгий Христополу. Восьмой Христофель. Молния сверкает и гром гремит. А может быть это гром сейчас салют. Небольшой салют в честь забитого мяча. Сахман да. Первое предупреждение. Первая желтая карточка. как говорите, это предупреждение назревало уже. Желтую карточку получил Павликос Ксиурупас 11-й номер из аммонии. Как желтая карточка 11-й номер. Я думаю, что сегодня еще будут желтые карточки. Потому что не хочется проиграть, безусловно, киприотом. Ну а в борьбе, когда приходится применять запрещенные средства, так что я думаю, что еще будут предупреждения. Ну вот и Александра Уварова вспомнили свои футболисты отбросили мяч назад. Работы у него пока нет. Кончельский спарс налево Олейникова. Мостовой не точный пас. Киприоты пытаются идти вперед. Коротенькие передачи метров на 10, на 15 и не столько они бегут, сколько идут вперед. Обратите внимание, так шагом, шагом, потихонечку, потихонечку мы уже дошли до штрафной площадки и получили право на угловой удар. Одиннадцатый номер Ксиорупас идет выполнять удар справа. Это скамейка запасная. команда Кипра Паникас Хякову в очках. Главный тренер, 55 лет ему, видимо, был неплохим футболистом, потому что играл в греческом Панамкина Экосе. 24-я минута 1-0 в пользу сборной команды Советского Союза угловой у ворот Уварова. промахнулся Уваров. Еще один угловой. Польский мяч что-то сделаешь. Уваров успокаивает своих товарищей. Все нормально, все в порядке. Ну, а товарищи успокаивают Уваров, чтобы тоже не нервничать. Помогли им сейчас защитники. Посмотреть еще раз атаку сборной Кипра. Ну, а теперь угловой удар слева. Какая проблема. Ложок мешает. Итак, история с угловой не закончилась и есть возможность у нашей сборы для хорошей контратаки. Пять футболистов в красной форме против трех защитников, но атака, контратака захлебнулась. Уже отошли назад Киприоты и вот приходится уже такую нелегкую силовую борьбу вести. Олейников, Кульков, Чернышов, Олейников, А вот хороший длинный пас. Такой пас, как конфетка. Вратарь Адреас Харри Толл. Невысокого роста, но отличная прыгучесть. Хорошо разбирается и в таких сложных ситуациях, когда много футболистов в штрафной площадке мы уже видели несколько раз. Играл хорошо на выходах. Кульков. Перед ним Костас Коста. Самый молодой футболист сборной Кипри. 19 лет и сегодня второй раз надел майку сборной команды страны. Еще один длинный пас, но чуть левее улыбаться быстрее, ближе к флангу. 25 минут сыграно. По-прежнему 1-0. Удар от ворот. Удар от ворот. Не знаю, что будет дальше. Может быть, в втором тайме дочь кончится, но пока усиливается. Усиливается и ослаждает игру нашей команде. Вот посмотрите, что творится. Обороняться проще, можно просто убить, куда попало. А вот создавать, комбинировать труднее. Перед началом игры знаете, журналисты обмениваются мнением, спрашивают друг у друга прогнозы. Я сказал, что сегодня наши 3-0 выиграют. Ну вот теперь надо, не знаю, удастся ли 3 забить в такую погоду. Но то, что один забит, это уже хорошо, в общем-то. Потому что дождь, слякоть, грязь, все это выравнивает силы команды. В Москве два дня была жара по 30 градусов. А вот со вчерашнего вечера пошел дождь, перерывами, причем не только дождь, уже почти как Эдуард Стрельцов. Не подсказали. Лучше было бы не играть головой, а пропустить. 11-й номер это Сергей Юран. В 70-м и 71-м году, тогда я уже говорил, наши выиграли дважды Киприотов, общий счет 9-2 и лучший снайпер тех игр Геннадий Евружихин забил три мяча два, Владимир Федотов по одному Колутов Шевченко и Колутов два, забил простите. В Банишевске один забил, еще он пенальти не использовал тогда. Так что вот 20 лет спустя проходит матч между этими нашими сборами Советского Союза и сборной командой Кипра. И за боковой гостью вот сходите мяч. мяч не точно кончерскес Юран и туда на фланг действительно хорошо бы верхом, чтобы мяч не застревал в мокрой траве. А если ударить издалека, бить непросто, но надо, надо, еще труднее отражать мяч, когда он скользит по сырой траве. 15 с половиной минут до перерыва 1-0 в пользу сборной СССР. Напомню, что этот мяч забил на 20-й минуте Александр Мостовой. Я назвал фамилию Мостовой и вспомнил вчера спартаковские руководители, спартаковские тренеры, команда спартаковских. Провела встречу, товарищескую, дружескую встречу с журналистами. Были приглашены журналисты, московские журналисты на базу Спартаков, в Тарасовку. И шла дружеская беседа проблемах футбола, проблемах журналистики. Теплая такая, знаете, дружеская беседа людей, которые, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы наш футбол был все лучше и лучше. И вот такие встречи не часто они встречаются, но когда проходят, они способствуют взаимопониманию между журналистами, пишущими, говорящими в футболе и командами. Ну, футболисты узнают лучше игроков, а игроки журналистов в Мостовой идет штрафную площадку. Прекрасно играет Юран. Отличная возможность. Еще один удар бил. Второй удар штанга. Какая неожиданная комбинация, она не закончилась. Вот теперь удар мимо ворот. Там и Шалимов бил, и едва мяч не оказался в сетке. Казалось бы, атака закончилась после того, как в падении нанес удар Михаличенко. Давайте посмотрим. Вот смотрите. падает Михаличенко, и мяч отскакивает. Отскакивает, по-моему, от ноги защитника сборной Кипра попадает в штангу. Так, 1-0. Да, вот я думал, что и такие встречи между игроками, журналистами и сборной команды отдельных клубов безусловно будут носить взаимную пользу. Воротаре выбил мяч за боковой линией, за боковую линию для того, чтобы могли выйти врачи и оказать помощь. Ну, судья, помните, арбитр из Румынии, главный арбитр Дан Штефан Петреску. Арбитр показывает, что нужно покинуть поле пострадавшему игроку и там он уже получит помощь. Дан Штефан Петреску несколько раз бывал в Советском Союзе и проводил матчи с участием наших разных команд. Вот он перед мексиканским чемпионатом проводил главным арбитром товарищеского матча сборной команды Советского Союза и Финляндии. Если не ошибаюсь, эта игра закончилась ничью. Два матча он проводил с участием Депропетровского Днепра. Вспоминали, игры там проходили в Кривом уроге. Не помню счет, но я помню тогда, по-моему, 3-1 был счет, когда сборная команда, не простите, Днепр играл с командой Левский Спартак. Сборная СССР атакует. Паш, топтый початок, Колывана! И выбили у него мяч из-под ноги, но арбитр показывает, что мяч коснулся все-таки ноги Колывана. Колывана, кстати, не согласен, и мы с вами, наверное, тоже. Ну, сейчас мы еще и посмотрим повторно. От чьей же ноги ушел и кто прав. Да, судя по всему, от защитника сборной команды Кипра. Просит поторопиться арбитр долго готовиться к удару Флорес Николау, пятый номер, 29 лет. Этому сегодня проводит 44-й матч. Больше игры провел с тех, кто сегодня на поле и Янгудакис на один матч больше. Ну, что ж, оригинальная система обороны. Подальше мяч за эти рекламные барьеры. Пока будут его возвращать. Вы знаете, что в международных матчах игры проводятся одним мячом. Это в нашем чемпионате можно было из-за ворот взять другой мяч и пустить его в игру. Вот пока мяч возвращали, пауза была, тут еще немножко погремела над головой, посверкала. И так мостовой вновь может ударить хорошо. Нужно бить. Промеду, еще одна возможность умоляет, просит его Колыванов. Мне ведь нужно было дать мяч. Удар от ворот подходит к концу. Еще только первые таймы киприоты уже устали. Видимо, с трудом они уже сдерживают атаки. Поэтому так затягиваются паузы. Олейников. Олейников часто отходит назад, но учитывая то, что у нас сегодня в команде три защитника, вот он подходит к Чернышову и помогает Чернышову иногда и обороняться и начинать комбинации в своей половине поля. Калыванов был окружен тремя соперниками, тем не менее мяч отки у нашей команды. Хорошо. Это Шалимов. Здесь Мостовой. Галямин. Чернышов. Вот туда к бровке к левой или к правой. Подальше лучше было бы. Шикрайние защитники и Кульков, и Галямин, и полузащитники, особенно Кончельский, готовы вот к приеме мяча. на самой бровке. Чернышов. Олейников. Вот Шалимов там слева. На своей половине поля. Вот мяч налево. У Шалима видим очень крепкая грудь, такая мощная мяч, отскочил далеко. Сборная СССР будет водить мяч из-за боковой линии. Положение вне игры нет, можно играть, можно играть. Пас. Куда? Низом. Опять немножко не поняли друг друга. Калыванов сделал передачу верхом, а Юран говорит, что лучше бы низом. Угловой удар. Нет, нет, нарушения не было. Просто, просто, просто вратарь ошибся, выпустил мяч из рук. Да, в такой ситуации лучше его и не ловить. Итак, Игорь Шалимов слева выполняет угловой удар. Наш отходит к линии штрафной площадки и вот сейчас будут набегать, набегать на мяч. Последует на этой передаче штрафной. Вот. Теперь удар от ворот. сейчас вот там, где правая табула, там светло, а там, где левая, там черная туча, там потемнее, так что, знаете, как и в жизни. Рядом и светлое, и темное, так вот в футбольном поле. половина освещено и прожектором, и солнышком, а слева сплошная черная туча. Колыванов. Колыванов сейчас редко уходит без забитого мяча, и сегодня он будет, хотелось бы, чтобы был верен себе. И за Динамо он сейчас забивает, и за сборную командовать забил хороший мяч команды Аргентины. Олейников. Пучий снайпер чемпионата страны. 11 мячей на его счету. Мостовой. Кончельскис. Лично. И удар. И нужен удар. И удар нужен. Удар мяч идет рядом со штангой. Хороший сейчас играл мостовой. Я вспоминаю, как он забил мяч, тот самый, который был признан нашим футбольным обозрением лучшим мячом года. Помните, как он обыграл пятерых футболистов металлиста? И вот так же сейчас, какой, смотрите, лыжный слалон. Кому-то не понравилось, что мы признали этот мяч, не мы, а в нашем обозрении зрители тысячи. И даже в одной из газет, по-моему, в казахстанской газете спортивной, поставили под сомнение то, что этот лучший гол, якобы, тут все спартаковцы и спартаковцы признают, но должен сказать, что нет. Не все спартаковцы и не все разделяют мнение казахстанской газеты спортивной, что этот гол не самый лучший. Мы получили около пяти тысяч писем из разных уголков страны, где было написано, что тот мяч самый на столовом самый лучший. Но то, что на столовом умеет забивать мячи не только в зале, вот он показал. И сейчас хороший у него гриблин, хорошо видит поле. Мяч перехвачен, но ненадолго. Колыванов Великол Иванова штрафный удар. И сейчас будет за разговоры вторая карточка покажена. Вторая желтая карточка. Так. Арбитр так решительно пошел к игроку, который пятый номер, Николаш, я думаю, сейчас ему при напряжении вынесет. Нет, просто сказал ему что-то резко резко в тоне и успокоил нарушителя. Михаличенко собирается бить. проверена правильность устроения стенки. Ну и теперь Михаличенко тоже проверил правильность. Выполнил удар, такой обводящий, пытался направить мяч в правую верхнюю ударя угол, задел мяч кого-то в стенке. Стало бы стенка была выстроена правильно. Мяч не попал. Четыре с половиной минуты до конца первого тайма. По-прежнему 1-0 в пользу сборной СССР. Напомню, что мяч забил Александр Мостовой Кончельскис. Вновь Кончельскис смячен. И сам, сам сейчас право будет уходить, обыгрывая защитника прострел. Прострел напрашивался, но не получилось. Атака сорвалась, и теперь нужно подходить нашим футболистам к центру поля. Мостовой пас налево. И вратарь Харитол с мячом. Ну вот вроде бы и дождь прекращается. На правой половине поля налево еще моросит. Так хорошо обозначилась граница. Прямо по центру поля. Между светом и тенью. Штрафный удар. Сейчас редкий случай, когда будет выполнять штрафный удар приемки. кульков. Увара. Кульков. Увара. Кульков. Кульков. Уваров. Уваров. Чернышев. Кульков. Две с полометы до перерыва. По-прежнему один ноль. Хотелось бы еще парочку атак увидеть. И хотя бы один удар к воротам киприотов. Колыванов. Мостовой. Уновь Колыванов. Попытка приблизиться в одиночку к воротам сборной СССР не увенчалась успехом в подкате. Красиво Сергей Олейников выбил мяч за боковую линию. Савидис. Вот тот самый который играет в греческой маяке. Сюрприз. Неожиданная передача в центр и вот видите мяч потерян и киприоты сейчас наносят удар может быть не очень сильный но удар есть удар и вот за это приветствуют зрителей игрока. Смотрите мяч летел летел воров хорошо видел что сворачивает в сторону от ворот. Георгиев Харистополу бил сейчас. и вот эти последние секунды первого тайма активизировались гости пошли вперед не могу сказать большими силами но вот втроем пошли и тут же разрыв образовался между линией защиты и линии атаки и есть хорошая возможность того чтобы воспользоваться этим оттолкнули руками руками оттолкнули Михаличенко Колыванов быстро выполнил штрафной удар и наши игроки приближаются к штрафной площадке здесь неудача неточный пас последняя атака наверняка Конческес мостовой попытка сыграть в стенку не удалась и Шалимов тут тихо тихо пустил мяч направо Леникову некоторое недовольство на трибунах атак стало меньше удара стало меньше ну выводит штурантами о какой неожиданный пас Шалимов сделал перебросил мяч через целую группу игроков белой формы через трех или четырех игроков и точно перебросил гости думали думали что делать с мячом куда его бросать бросили мячом мячом александр мячом на 20 минуте перебросы мы продолжаем репортаж футбольном матче отборочном матче чемпионата Европы сборная команда Советского Союза играет с командой Кипра 1-0 после 45 минут в перерыве вы смотрели новости российского линия и ведущий попрощался с вами с оптимизмом я продолжаю репортаж с оптимизмом у нас тут все основания для него есть дождь кончился светлее и мы надеемся что в втором тайме увидим еще забитые мячи но что касается первого единственного пока забитого мяча то я тут ношу поправки об участниках комбинации ну вот забил мяч все мы видели Александр Мостовой а вот ассистировали ему главным образом Чернышов по передачу и Юран не Колыванов а Юран так что Сергей Юран ассистент вот 1-0 что тут пауза затянулось и я смотрю игроки долго отдыхают нет вот они уже показались уже закончился перерыв и приоты выходят и наши судья судейская бригада я напомню из Румынии это Штефан Дан Петрезко главный судья Мир Часталомил и Джорджа Дионеску судья на линии румынская бригада перерыв я поговорю с Игорь Александровичем нет сложный мастер спорта рядом сидит смотрит вместе с моим коллегой Евгением Майоровым может быть будем помогать в радиорепортаже и он сказал я несколько лет назад работал кипреты выглядели не так хорошо как сейчас они физически прибавили и тактическая подготовка подготовка видна так что вот отдадим должное отдадим должное и сборной команде Кипра раньше они играли похуже ну и наши стали играть наверное лучше чем раньше сейчас посмотрим есть ли замены замены в нашей команде по-моему нет да и нет по-моему в сборной команде Кипр но сейчас я буду называть игроков если появится кто-то с 12 с 13 номером мы заметим итак сборная команда Кипра вратарь Андреас Харри Твоу первый номер ну и дальше Янос Калатеу второй номер Лабос Питас третий Димитрос Иоанн четвертый Флорос Николау пятый Кенакис Янгудакис шестой Костас Коста седьмой Харламос Христофе восьмой десятый номер Георгию Христополу это все игроки в основном играют в обороне так что не будут полузащитники там крайние там центральные все обороняются впереди либо Георгию Савидис девятый номер либо Павлинос Сюрипос либо по одному Сюрипе Юрана номер 11 играет Игорь Корнеев номер Сюрипа главный тренер сборной команды Кипра Паникас Яков как играли наши футболисты ну конечно атаковали атаковали вратарь Александр Уваров соскучился даже может быть замерз тут под дождем хотя дождь летний простите наша команда атакует сейчас атака завершится я напомню состав вот она закончилась в обороне три защитника центральный Андрей Чернышов второй номер справа Дмитрий Галями номер пятый Василий Кульков слева номер три иногда к ним на помощь отходил Сергей Олейников девятый номер но а чаще наоборот защитники шли на помощь и так гол нет гол Сюрипов мостовой молодец опять он оказался и хоть не забил мяч но ассистировал а второй мяч на счету Алексея Михаличенко запишем 2-0 и до 5-й минуты 2-й тайны стал быть 50-й смотрим атаку сборной команды СССР и так Кул Иванов пас назад Галямин мостовой и Михаличенко так еще раз Михаличенко 2-0 2-0 Алексей Михаличенко ну и наши тренеры не очень как-то довольны хотелось видимо побольше так 5-й номер Галямин я сказал клуб защитники Александр мостовой номер 4 Игорь Шалимов номер 6 Алексей Михаличенко номер 7 Андрей Кончельский номер 8 Олейников называл на 9-й номер В первом тайме Игорь Игорь Колыванов впереди играл вместе с Сергеем Юраном а после перерыва Юранов заменил еще один Игорь Корнеев видимо Колыванов сейчас будет выдвинуть вперед а все остальные активно действующие полузащитники будут ему помогать и пасом и личным участием Анатолий Бышевиц главный тренер нашей сборной 2-0 Корнеев Михаличенко сегодня проводит 32-й матч и забил свой 9-й гол в составе сборной Что касается Муставова у него это 8-й мяч 8-й матч сегодняшний и 2-й мяч в составе сборной выступления в сборной голы в сборной это говорится уже история на всю жизнь в календарях справочниках все это фиксируется записывается и любители спорта и сами футболисты будут помнить эти игры эти голы уже всю свою жизнь немногим удается выступать за сборную всем немногим футболистам бывает футболисты замечательные но так в сборную свою карьеру и не попали футболисты ну а уж голы забивать тоже не случайно у нас сейчас в составе сборной вот смотрите у Михаличенко 9 мячей добровольски не играет на нее всем а остальных по одному по два ну а леников пять мячей забил так что ярко выраженных снайперов сейчас у нас сборной нет ну наверное таким станет Колыванов возможно Киряков будет и кто-то другой и уран и еще какие-то футболисты но пока вот на счету нападающих полузащитников немного забитых мячей пять мячей забила наша команда во дворочных играх и пока ни одного не пропустила четвертый матч проводит наша сборная ну и можно предполагать надеяться что сегодня в графе пропущенных мячей изменений не будет Клаванову досталось вообще жестковато играет конечно четверт я же говорил что одной карточкой не одел вот вторая желтая карточка получила Георгию Христополу вот смотрим что было сзади удар по ногам ну и по мячу может быть попал но и так откровенно ударил по пяткам самый опасный самый неприятный удар когда футболист получающий мяч не чувствует может быть и чувствует но не ожидает этого удара сзади и в таких ситуациях можно повредить ахиллово сухожилие доктор нашей команды Зура Парджи Никидзе певец песенник балагур не только лечит травмы как говорится физически но и душевные хорошие раскраски и полноправные собственно сборных сейчас так и бывает полноправные член коллектива врачи массажисты они помогают тренерам и начальникам как давать команд создавать хороший моральный климат в коллективе 10 минут сыграли во втором тайме команды 2-0 в пользу сборных СССР и аут Корнеев Корнеев я вам не сказал 16 номер мягкая мягкая и очень удобная передача но не ожидали партнеры передачи на дальний угол вратарской площадки это Шалимов Олеников Кончельскис и сам сам мог бы ударить но атака продолжается Кончельскис отличный такой удар фланга разящий может забить сегодня пока не бил еще по воротам борьба в центре поля и грубо сыграл кто-то из наших Олеников по-моему сегодня вечером будет транслироваться еще один интересный матч финал Кубка Чемпионов из итальянского города Бари посмотрите встречу Марсель Цервена Звезда Белград интересный безусловно все финальные матчи европейских турниров вызывают громадный интерес я думаю что мы доживем до того времени когда центральная телевидение будет показывать все игры финальные нет денег пока ругайте нас не ругайте нет валюты и вот сейчас такое время когда есть спонсоры совместная организация совместная организация советские и иностранные если у кого-то есть валюта я думаю что нам помогут может быть мы и сами будем зарабатывать валюту еще страшного думаю здесь нет что нет валюты что бесплатно никто не продает финальные матчи я думаю что найдутся поклонники футбола которые нам будут помогать показывать и вам будут помогать смотреть интереснейшие матчи в части сильнейших команд мира и европы ну а пока вот атака сборной команды Кипра была проведена такие коротенькие передачки такие малюсенькие словно на 3-5 метров словно Кипрёт играют знаете в хоккейной коробке в мини-футбол Михаличенко Олеников Кульков угловой удар справа давно мы не видели мячей забитых после каких-то комбинаций подготовленных дома ну связанных с угловыми со штрафными может быть сейчас что-то удастся в нашей команде Колыванов атака продолжается Шалимов в кровной стратой площадку в штрафной нужно бить же нет чуть раньше можно было ударить Кульков зубами словно вцепились в него два Кипрёта старались отобрать мяч но бежал он от них сделал передачу атака продолжается пас налево Михаличенко мостовой Колыванов вместе с Колывановым по-моему по мячу бил защитник сборной команды Кипра но переиграть вратаря Харитову не удалось ну давайте еще раз посмотрим эту атаку Харистополу 15 минут сыгранного втором тайме по-прежнему 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 2.0 да я кто может кто может желающих много и Михаличенко конечно и Корнеев и мостовой и Олеников может подойти и ударить ну Михаличенко он ближе всех к мячу арбитр уговорил стенку подвинуться метров на 7 девяти здесь нет конечно удар мяч попадает в игроков с каких-то Михаличенко ничего такого хитрого здесь не было просто был удар не знаю видно ли вам но вот солнышко заглянуло наконец на стадион и верхний ярус там под козырьком справа освещены солнцем и светлей стало на стадионе футболисты сборной Кипра играют в остальном лицом к своим воротам не к чужим а к своим все время стараются отбросить мяч назад своему вратарю Христополу игра рукой но мяч остался у наших футболистов поэтому свистканил Корнеев пас направо колыванов колыванов убегает из-за спины защитник обыгрывает вратаря уходит из штрафной площадки вратарь сбивает его но за пределами штрафной потом пенальти не будет да ну вот не знаю видно вам солнышко все отгрохотало отгремело сверкало и ушло куда-то в сторону туда за Москву реку в сторону Мосфильмовской улицы теперь все больше и больше солнца на стадионе хорошо колыванов сыграл из-за спины выскочить положение вне игры не было но вратарь его положил на траву Шалимов ни то ни сё ни удар по воротам и ни пас когда в таких случаях ни два ни полтора ну и теперь пауза сейчас киприот видимо согласны и на 2.0 поэтому вот такое методичное убивание времени хорошо хорошо обманное движение замах и продвижение вперёд небольшое но продвижение а бегают футболисты кипра от обречения по очереди так все ходят ходят вдруг один кто-то побежал вот сейчас один бежит а все остальные рядом второй побежал другой все остальные отдыхают ну а нарушают все по очереди итак неутомимый кончельский уже в который раз по флангу вперёд оленников шалимов чуть посильнее угловой удар колыванов собираются подавать нет не нужно здесь шалимов хорошо выполняет удары слева да и справа он подает угловой удар а игрокам сборной кипра предлагается отойти на 9 метров как в таких случаях всегда комментатор говорит на положенные на положенные 9 метров 7-й номер это Костас 19-летний 6-й это Шалимов наш Михаличенко не ожидал передачи что ли Кончельский как-то так посмотрел и когда мяч уже от него уходил решил побежать я вам говорил когда показывал вам таблицу может быть кого-то под рукой есть что на мой взгляд теперь 4 команды а не 3 ведут борьбу в сборной Норвегии 5 очков они сыграли на матч больше но советская команда будет играть матч в Норвегии и это тоже в общем-то немаловажно норвежцы играют сейчас довольно-таки прилично не случайно целая группа игроков сборной Норвегии играет в профессиональных клубах разных стран угловой удар вы знаете это претензия к сборной хотите соглашайтесь со мной или нет ничего мы не видим с углового никаких комбинаций ничего со штрафных там пытались что-то а с угловой как будто так подается мяч куда попало вроде бы если что-то и есть но это тщательно пока скрывается угловых уже много было но сюрпризов мы почти не видели неожиданности было мало ну вот и все вот и все оленников шалимов микрочек отходит в сторону стараясь растянуть оборону шалимов тяжело тяжело отыграть на коротке когда столько ног вот дождь прошел и обратите внимание а все как быстро высохло и дорожка почти сухая на траве мы не видим каких-то помех мяч катится нормально вот что значит хороший газон хороший дренаж не могу сказать что наша команда играет сегодня в полную силу ну так пол силы может быть в три четверти особенно по счете 2-2 стараются как-то не выкладывается стараются что ли поберечь ноги тем более что по ногам достается классный удар оленников поднимает руку как баскетболик она начинается атакующая комбинация разыгрывающий сигнал дает ну вот сигнал дальний удар Сергей Хусаинов был у кромки поля наш арбитр работает свободная работает федерация футбола но свободная от судейских дел помогает сборной команде ну а это вот пейзажи небо светлое наша команда будет водить матчи за боковой линией хотя это в общем-то и не очень важно Шалимов Шалимов Чернышев Олейников Кульков ну вот примерно сейчас примерно в том же стиле стали играть и наши как киприоты в основном шагом самое главное что ошибок вдруг стало больше ну Олейников да и Михаличенко можно посочувствовать они уже отыграли трудный сезон за своей командой в итальянском первенстве международных матчах много играли так что у них за плечами приличная нагрузка так кому теперь досталось Галямину еще одну замену наши тренеры могут провести смотрим что что-то такое было неожиданно вот седьмой номер упал на Галямину по-моему наступил мы на ногу ну вот в паузах смотрите какое солнышко по-настоящему уже летнее хотелось бы чтобы в оставшиеся 25 минут наши поиграли поактивнее поактивнее отблагодарили тех зрителей которых ко второму стало больше отблагодарили их и поиграли поактивнее и забили бы еще один два мяча Шалимов правый фланг совсем свободен Олейников Кончельски и Кончельский идет прямо на соперник обманное движение и угловой удар нет отворот я вам сказал что дождь прекратился он прекратился ненадолго вновь пошел вновь какая-то еще коварная туча с тыла подплыла и сейчас справа не знаю можно ли телевизионной камере передать радугу радуга над табло справа и легкий дождик поросе вот видно по-моему видно у кого хорошие цветные телевизоры тем видно не знаю на черном белом телевизоре видна ли радуга ну поверьте на славу пока пауза футбол это не футбол а так сейчас время провождения обе команды сейчас так успокоились так пас назад но еще дальше вратарю или или за боковую нет вратарю команда кипра за свою историю провела 118 матчей разными дворными и победила всего лишь в 7 вряд ли показатель будет улучшен сегодня оснований никаких в стране около 50 клубов более 10 тысяч футболистов футболистов любителей ну и в общем-то сегодня мы видим киприотов любительский футбол хотя там есть какие-то полупрофессиональные видимо команды все недавно там Олег Балахин выступал не два сезона а потом отправился тренировать Олимпиакос Греция удар от ворот кипрская федерация основана в 1934 году а вошла на FIFA в 1948 Дмитрий Кузнецов заменил Александра Мостового 15 номер футболиста из ЦСКА еще еще один армейц вышел на поле Кузнецов забил один мяч кажется да Шотландии помните Шотландии забил мяч победный на сбор Шотландии товарищеский мяч футболиста тостро я люблю этого игрока и скажу что я люблю английский клуб Манчестер Юнайт под совпадением попал в этот клуб второго славная история и помните команда была выиграла Кубок Европейских Чемпионов и в этой команде играли Бобби Чарльтон Джордж Бес Ноби Стайлз Деннис Лоу великолепная была команда в разные годы и вот сейчас в этой команде и Кубок Кубков в этом году выиграл футболисты Манчестер Юнайт команда была очень хорошая и не знаю по-моему 27 или 28 лет последних команда является самой популярной что ли в Англии я служу по зрительским симпатиям примерно наверное как Спартак или Киевская Динамо самая посещаемая команда Манчестер Юнайт команда выходила из высшей лиги в первую и все равно самая высокая посещаемость по 40 тысяч клуба Манчестер Юнайт 25 минут позади второго тайма пока 2-0 не сильный удар не сильный неудобно было и бить Михаличенко мяч прямо в ногах у него был сильно трудно было ударить и долгие годы я возвращаюсь к Манчестеру Юнайт никак не могу закончить был хороший тренер тоже долгие годы беспрерывно работал лет 20-25 Матбазби еще одна попытка не знаю конечно я готов говорить в адрес нашей сборной всякие хорошие слова конечно она сильнее играет все неприлично но в втором тайме игра нашей сборной не нравится так играют в полсилы я говорю еще раз забываю что поклонники пришли в такую погоду пришли и болеть за вас мы говорим почему у нас сейчас мало зрителей на трибунах я сам часто говорю и другие говорят журналисты и то это и это плохо и забывают о зрителях строителей чемпионата проводят и удобств нет и доводят но самое главное это все-таки хорошая игра зрителей стало меньше на трибунах вы вспомните Спартак играл с Наполя Спартак играл с Марсель он был полным стадионом сто тысячный Киев Динамо Киев играл с Барселона тоже почему потому что рейтинг команд высок чтобы все знали что будет хороший футбол это главное и сборная команда Советского Союза должна помнить об этом каждый игрок должен помнить Шалимов к Шалимову мяч не попал Кузнецов ходит на стартную площадку делают передачу мяч подавится руку но как в таких случаях говорят арбитры не рука нашла мяч а мяч нашел руку стал быть рукой не играл игрок из Кипра поэтому и Свисканин хорошо здесь красиво было Корнеев не смог обыграть соперника и так 20 минуты мостовой 1-0 51 Михаличенко 2-0 Олеников хорошая передача Арбитр спокойно отнесся к этому Кузнецов умоляющий посмотрел на суде судья не отреагировал сказал что нарушений нет я смотрю за Колыванов Колыванов вот он в отличие от многих других игроков все время перемещается без мяча ищет ищет удобную позицию чтобы получить мяч завершить атаку и не всегда это попадает на экран вашего телевизора остается за кадром но я вот смотрю он все время дефилирует вдоль фронта атаки на франк и за спину пытается убежать вот сейчас опять побежал налево и должен получить мяч вот он смотрите получил мяч на фланге направо вновь атака правым флангом Корнеев по штатной площадке Кончельский Колыванов мяч вышел за пределы поля едва тут не переиграли вратаря наши игроки но вратаря досталось тут конечно немножко запоздало с выходом поэтому ловил он уже не мяч а по-моему ногу кого-то из наших игроков ну вот смотрите какие пейзажи и солнце и дождь и тучи тут погода погода булгаковская безусловно случайно тут юбилей мы недавно отмечали замечательного нашего писателя полетит полетит со дня рождения и вот все тут метаморфозы связаны с погодой как произведениях булгакова и гром и солнце и пауз много булгаков не имеет никакого отношения но пауз много кипреты используют каждую возможность для того чтобы отдохнуть попить водички а зрители сидят ну вот сидят и не уходят ну может быть единицы уходят сидят сидят вот так любят футбол у нас то и вот обратили внимание не у всех зонтики даже есть а газеты разве можно газеты или самым платком разве защититься от дождя можно сборная Кипра выбрасывает мяч из-за боковой линии Савидис был оттеснен нашими игроками в ровке где и потерял мяч расстался за полтора часа столько было изменений погоды сейчас все черное вокруг стало вообще все солнце пропало все и игра несколько расстроилась в нашей сборной братарь харитов втором тайме немного забот так мяч летает по старой площадке над штрафтой пару раз выйти из ворот пришлось меньше чем в первом тайме забот и ударов меньше опять пауза опять остановка игры штрафной удар напомню судейская бригада из Румынии возглавляет Юдан Петреско хотя в общем претензий к арбитру особых нет игра несложная Корнеев пас направо вот можно атаковать Колыванов сейчас надо делать сноску на дождь безусловно бить сильнее и лучше подсекать мяч чтобы он летел право в воздуху еще чем хорош футбол это майка говорится заключение что он проходит вот в любую погоду не требует никаких-то дополнительных удобств конечно бывают игры и в зале но у нас как исключение хотя иногда исключение становится правил козырьки все эти удобства должны быть для зрителей зрители правда не очень любят козырьков почти нет нигде но вот здесь лучше как есть небольшой так что футбол может играть любой человек любого роста любых возможностей и в любых условиях знаете дождь, град, снег каких только футболов нет футбол на снегу там пляжный футбол может быть и мини-футбол все возможные любой человек может играть не нужно иметь двухметровый рост можно не очень быстро бегать не иметь большого веса футбол для всех это самая такая хорошая демократическая игра и играть не могут не только демократы хотя вот футбол для всех удобен для стариков для юношей я вспоминаю томскую команду ветеранов где играют академики профессора играют в основном в зимний футбол команда известная мы говорили в футбольном обозрении футбол сблизил этих людей науки сдружил они годами семьями и дружат и футбол помог им найти подруг жизни и жениться и вот уже больше 30 лет они играют вместе ну а сколько других команд сколько другим радостей людям футбол принес детским и заводским командам ну и конечно вершина футбола команды мастеров сборной команды опять гремит игра хочет все что же на сегодня матч такой непонятный борьба у голового флажка матч подходит к концу это было 20 часов 41 минута читать отнимем 5 минут стало быть стало быть сыгран в втором тайме 36 минут примерно молния ужасная большая молния я вам рассказываю не только о футболе но что все вокруг ну что сделаешь иногда приходится потому что на футболе ничего иногда не происходит интересного но сейчас начали играть веселей веселей дождь подклеснул в буквальном смысле наших футболистов это там наверху наш оператор ответит что наверху а вот в комбинаторской кабине видны только черные тучи которые висят на стадионе футбольным футбольным полем поворотом у Варова был удар один или два были а так вообще сегодня наша команда могла играть и без вратаря не точно мяч перехвачен аут раньше лет 20 может быть 20 точно и 15 не было таких хороших мячей которые водопроницаемы сейчас вот они играют мокрую погоду а мяч от того же веса кругленький и тоже можно его головой бить а вот ветераны помнят какие были раньше мячи которые набухали в процессе стали тяжелыми и еще не ниппельные были а сушнуровкой вот летит такой мяч ватаря убивает сверху очень было трудно гол запишите Игорь Корнеев 3-0 я в общем предсказывал что 3-0 так что вот близок к тому чтобы угадать результат этого матча чем хорош этот удар посмотрел обыграл и таким порезанным точно таким мягеньким ударчиком как рукой как лапкой туда положил Корнеев в угол сетку ворот 3-0 в пользу сборной команды Советского Союза 39-40 уже минута ну был забит мяч на 39 запишем 39-го между второго тайм дождь напропалую припустился а команда сборная команда Кипра проводит замену Георгиес Кастадину меняет меняет Георгиеса Христополу вот уж наверное не хочется ему выходить сейчас за 5 минут до конца сидел в скамейке запасных патентов в тепле а теперь пришлось вот выходить ну вот для телезрителей так так